Помнить Организовывая эту акцию, мы хотели, чтобы в каждой семье вспомнили, благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом. Своей акцией мы хотим оживить страницы истории, посмотреть в глаза героям Великой Отечественной войны. В течение всей недели учащиеся педагоги приносили фотографии своих предков. Героев Великой Отечественной войны для создания интерактивного плаката «Оживший кадр». Семейные реликвии, фотографии, письма с фронта, подсигары, часы напоминают о близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте и в тылу. В рамках акции мы написали исследовательскую работу «Тростенец. Территория памяти и смерти». Солдат умирает два раза. Второй раз, когда исчезает память о нем. Чтобы сохранить память о своих близких, наши учащиеся выступили с инициативой создать фильм памяти «Беларусь помнит». Мой прадед Макаренко Иван Егорович, являясь военным летчиком, доставлял секретную информацию во время Великой Отечественной войны. В акции «Живая память» приняли участие жители партизанского района, которые прочитали стихи о Великой Отечественной войне. Мне кажется порой, что солдаты из кровавых непрошедших полей не в эту землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь. А дальше не помнят. Как думаешь, помнят? Помнят. Обязательно помнят. Память о войне – это напоминание ныне живущим, какой ценой был завоеван мир на земле.